В последнее время огромное число людей пришло на фондовый рынок, потому что депозит уже не дает доходность, а на фондовом рынке уже доходят слухи, что там можно заработать очень много. И туда пришло огромное число новых инвесторов, но фондовый рынок это также и риски, и поэтому государство в лице Центробанка стремится ограничить новых инвесторов от этих рисков, но делает это, как всегда, немножечко неуклюже, потому что преследует свои интересы. Давайте разберемся, что же такое статус квалифицированного инвестора, которым доступно все, а новичкам, которые не имеют этого статуса, недоступно многое, что же им недоступно, в чем нас с вами ограничивают Центробанк, как он пытается нам помочь. Ну и давайте разберемся, как получить статус квалифицированного инвестора, чтобы иметь полный доступ ко всем инструментам, легко и абсолютно законно и заслуженно, что самое главное. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сейчас разрабатывается положение о статусе квалифицированного инвестора, и многие инструменты финансовые, которые сейчас доступны пока еще всем, ну уже не очень, будут доступны только квалифицированным инвесторам. И часть из этих инструментов, я о них рассказывал, и люди говорили, что нам это не надо, но когда нас ограничивают, люди больно реагируют и говорят, как же получить статус квалифицированного инвестора. Более того, мне недавно задали вопрос, сказали, что есть какая-то фирма, которая дает возможность у любого брокера получить статус квалифицированного инвестора, буквально всем, буквально за какие-то 5000 рублей. И у меня спрашивают, не лохотрон ли это, и как они это делают. Ну, я не знаю, как они это делают точно, но есть предположения, давайте разберемся. Итак, смотрите, что такое статус квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора дает возможность доступа, как я уже сказал, ко всем инструментам, которые доступны, а отсутствие этого статуса не дает. Какие инструменты станут недоступны людям, которые не обладают статусом квалифицированного инвестора? Ну, Центробанк хочет ограничить людей, он хочет ограничить доступ к инструментам, которые дают повышенный риск. Я думаю, что это правильно и это, ну, как бы разумно. Но при этом Центробанк видит рискованные инструменты немножечко иначе, чем кажется правильным. Ну, многим, по крайней мере. Итак, какие же инструменты будут недоступны людям без статуса квалифицированного инвестора? Но, по мнению Центробанка, самые рискованные инструменты, только не смейтесь, пожалуйста, это будут акции иностранных компаний, приобретенные через иностранного же брокера. Вот так, ни больше, ни меньше. Но, на самом деле, рынок, вы знаете, ну, прежде всего, американский, он давно-давно уже сильно очень развит и развивался. Законодательство в Америке защищает инвесторов, ну, покруче, чем где бы то ни было. Вот, и американские активы, в принципе, ну, конечно, там есть риски, но они не такие большие, как кажется. То есть, почему Центробанк хочет ограничить людям вот этот вот доступ к этим инструментам? Ну, он говорит, вкладывайте деньги, инвестируйте, но в российскую экономику, что вполне логично. Но для этого российская экономика должна быть конкурентоспособной. Российский фондовый рынок должен быть конкурентоспособным, он должен быть, он должен давать не меньшие гарантии, чем американские, скажем. Но здесь есть некоторые вопросы. Но, но, сейчас российский рынок, не надо умалять его возможности, он очень-очень сильно развит по сравнению со многими странами, я точно говорю. Вот, и российский рынок дает даже больше возможностей, я вам скажу так, чем, скажем, американский рынок. И более того, на российском рынке неквалифицированным инвесторам абсолютно доступны, скажем, американские акции через российских брокеров. Пожалуйста, торгуйте. Но, в чем отличие, естественно, вы будете под контролем у российского государства, российские брокеры являются налоговыми агентами в России, а иностранные брокеры являются налоговыми агентами в соответствующей стране, в частности, например, в Америке, если это интерактив брокерс. Вот, то есть, вопрос о том, где будут платиться налоги, собственно говоря, и все. Сейчас нам доступны абсолютно всем, неквалифицированным инвесторам в том числе, акции иностранных компаний абсолютно доступны, их можно купить на бирже СПБ, на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Она дает доступ к акциям наиболее крупных компаний, наиболее надежных компаний, естественно, и они покупаются в долларах, нет никакой разницы с иностранными брокерами, кроме комиссий. Вот, и фондовая Московская биржа также начала включать сейчас акции иностранных компаний в свой листинг, и это тоже доступно абсолютно всем. Ну, акции эти покупаются уже в рублях на Московской бирже, ну, там пересчитываются на доллары, разница, в принципе, ну, в общем-то, небольшая покупать на Московской бирже или на бирже СПБ. На СПБ инструментов намного больше, и все они доступны неквалифицированным инвесторам. Я сказал, разница только в комиссиях, и эта разница в комиссиях отнюдь не в пользу американских брокеров. Вот что я вам скажу. Да, у американских брокеров комиссия очень низкая будет в процентах, но когда мы заключаем брокерский договор, там есть строка комиссия брокера, столько-то процентов, она очень низкая, как правило, и ряд брокеров вставляет пункт, что есть минимальная комиссия за сделку. Так вот, я посмотрел, ну, любопытство ради, там, Венскую биржу, я знаю немецкий язык, Берлинскую биржу, New York Stock Exchange посмотрел, там, ну, разных брокеров, и у большинства брокеров зарубежных минимальная комиссия за сделку полтора доллара. Минимальная комиссия за сделку полтора доллара. Это примерно 100 рублей на наши деньги. У наших брокеров, ну, скажем, только у Финама есть минимальная комиссия за сделку. Это 43 рубля, насколько я помню, или 42 рубля 30 копеек, что-то такое. Минимальная комиссия за сделку – это очень много. У иностранного брокера, повторяю, полтора доллара, как правило. Вот, кроме того, у нас сейчас практически все брокеры отменили ежемесячно, ежемесячную плату за ведение счета. У иностранных брокеров она есть. Она есть, как правило, плата за ведение счета, просто ежемесячная. А может быть и нет у некоторых, но у кого-то есть. Теперь далее. Если я открываю счет у иностранного брокера, то, ну, завести-то деньги я туда еще могу как-то, без комиссии, может быть. Но, как правило, это делается банковским переводом, а это свифт-перевод. А за свифт-перевод мы заплатим 20 долларов за перевод. Вывод денег с брокерского счета, с иностранного, ну, всегда сопровождается, в общем-то, свифт-переводом. Там тоже 20 долларов за вывод. Вот, проделав нехитрые вычисления, я понял, что для того, чтобы открыть, ну, как бы торговать через иностранного брокера, разумно это делать от сумм не менее 10 тысяч долларов. То есть, с меньшими суммами комиссия становится огромной, неподъемной, а на российском рынке все в точности наоборот. То есть, на российском рынке совершенно спокойно можно торговать, имея на счете 50 тысяч рублей, то есть меньше тысячи долларов. Согласитесь, что если у вас нет огромной суммы денег, то, в общем-то, вам и не нужен доступ к иностранным площадкам через иностранных брокеров. У меня есть статус квалифицированного инвестора, у меня есть доступ к иностранным торговым площадкам через иностранных брокеров, но я им не пользуюсь именно по той причине, что у меня пока недостаточно денег, потому что минимальная сделка, которую там можно производить, ну, как бы, чтобы комиссия была разумная, тоже в районе 10 тысяч долларов, у меня пока сделки не достигают таких объемов. Поэтому, в общем-то, так сказать, есть у вас статус квалифицированного инвестора, нет у вас статуса квалифицированного инвестора, это фиолетово. Если у вас нет денег, то он вам особенно и не нужен. Второе ограничение, которое есть, ну, так сказать, планируют ввести только для квалифицированных инвесторов, это, по мнению Центробанка, так называемые сложные финансовые инструменты, в частности, структурные продукты, они являются действительно сложными финансовыми инструментами, но, по мнению Центробанка, они являются крайне рискованными. Вот тут я в корне не согласен. Дело в том, что, ну, структурные продукты есть, во-первых, разных видов, там под одну гребенку все сгребли, и есть структурные продукты с защитой капитала, 100% защитой капитала, то есть вообще нельзя потерять деньги. И такой структурный продукт есть у меня в виде биржевой облигации с условным купоном, там, ну, она на 5 лет, она, ну, ориентирована на индекс, я рассказывал, который ведется компания Сусета Женераль, и ключевое здесь 100% защита капитала, то есть потерять, в принципе, невозможно. Есть также структурные продукты Автоколы, про которые я неоднократно рассказывал, которые дают условный доход, но он выше, чем средний биржевой, но там есть возможность потерять, там есть хотя бы хоть какие-то риски, ну, потерять хоть какие-то деньги. Поэтому, ну, они, в принципе, я считаю, что являются очень консервативными инструментами, тем не менее. И вот, где действительно можно потерять много денег, где действительно огромные риски, это срочный рынок, это фьючерсы и опционы, так вот, фьючерсы и опционы, в общем-то, пока никто не планирует ограничивать для неквалифицированных инвесторов, по крайней мере, фьючерсы точно. С опционами, ну, опционы все-таки, наверное, будут ограничены, и это правильно на самом деле, потому что и фьючерсы, и опционы, это риски как раз очень-очень высокие. Но в то же время там можно и заработать, но для того, чтобы там заработать, нужно действительно быть квалифицированным инвестором, и это разумно. Но вот этого как раз ограничивать никто не собирается, а ограничивают почему-то структурные продукты. Вот в этом вся проблема. Еще один момент со структурными продуктами – это то, что структурные продукты по своей природе не могут быть на очень маленькую сумму. Ну, просто по природе своей не могут быть. То есть для того, чтобы купить структурный продукт, там нужна минимальная сумма, ну, минимум 100 тысяч рублей, как правило. Вообще говоря, вот сейчас 300 тысяч рублей, и с такими деньгами уже, ну, как бы человек, наверное, разумный, и там риски очень-очень небольшие. Но опять же, я повторяю, 300 тысяч рублей – минимальная сумма, это естественное ограничение для новеньких клиентов, и далеко не все жаждут такие деньги вложить в такие структурные продукты, типа автокол, опять же, про которые я неоднократно рассказывал. Вот. И вот в этом, как бы, вся тонкость. Вот. А Центробанк считает, что это крайне рискованно. Ну, и в связи с этим идут все споры. То есть структурные продукты, структурные продукты, о которых я неоднократно рассказывал, сейчас доступны только для квалифицированных инвесторов, в общем-то, уже, потому что брокер просто сам ограничил, и он поднял планку до 300 тысяч рублей со 100 тысяч рублей. Брокер открытия. Ну, все остальное пока доступно. А теперь давайте посмотрим, что же, как получить статус квалифицированного инвестора, какие есть варианты для физических лиц. Ну, повторяю, что у меня этот статус уже давно есть, и оказывается, его не так сложно получить. Давайте посмотрим. Для этого я взял, зашел на сайт открытия брокер, и, ну, так как я в открытии брокер, вот, и я скачал текущее положение о статусе квалифицированного инвестора и как его можно получить. Но это положение, я думаю, что ссылку на это положение я в описании к видео помещу, вы сможете его скачать. Это абсолютно, ну, как бы доступный документ. Он находится на сайте открытия брокера, доступен всем, не только клиентам, поэтому здесь нет никакой тайны, насколько я понимаю. Такие же требования, скорее всего, у других брокеров, потому что это российское законодательство, текущее. Вот сейчас вы видите самую, ну, как бы, выжимку из этого документа. Сейчас я прочитаю про физических лиц. Физическое лицо может быть признано брокером, квалифицированным инвестором, если он отвечает одному из указанных требований. Ну, я могу сказать, что статус квалифицированного инвестора дает профессиональный участник рынка ценных бумаг, то есть брокер, то есть банк, то есть страховая компания, ну и так далее. То есть это организации, которые работают этим профессионально и имеют лицензию. Вот. Значит, первое требование. Общая стоимость ценных бумаг, которой владеет это лицо, или общий размер обязательств, договор, ну, короче говоря, всех-всех-всех активов, включая производные финансовые инструменты, должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Просто в моменте. Вот. 6 миллионов рублей. Если вы имеете 6 миллионов рублей, то, пожалуйста, вы можете, завели их, ну, скажем, на брокерский счет или в банк, неважно куда, вы получаете справку из банка или там с брокерского счета, ну, брокер просто, делаете запрос брокеру, дайте нам мне статус квалифицированного инвестора. И брокер вам его предоставит. В том списке документов, который будет в ссылочке, там есть и заявление на получение статуса квалифицированного инвестора, все-все-все там есть. Но не менее 6 миллионов рублей. Ну, 6 миллионов рублей далеко есть не у всех, а этот статус, в общем-то, хочется, так сказать, поиметь кому. Ну, скажем, если вы хотите купить структурный продукт, например, да, автокол, пожалуйста, вам нужно для того, чтобы купить автокол, 300 тысяч рублей, ну, или там даже 100 иногда. А вам требуют, с вас требуют 6 миллионов. Зачем? Можно это сделать дешевле. Каким образом? Смотрите. Второй пункт. Имеет опыт работы, ну, у профессионального участника ценных бумаг, не менее двух лет, не менее трех лет в иных случаях. Ну, тоже, наверное, большинству не подходит, поэтому не будем это останавливаться. Но если вы работаете два года у компании, которая является брокером, то вы консультируете там людей, например, вы менеджер из службы технической поддержки, наверняка вы этого заслуживаете, это все нормально. Теперь пункт третий пропускаем пока. Пункт четвертый. Размер имущества, принадлежащего, тратата, не менее 6 миллионов рублей. Пятый пункт. Имеет высшее экономическое образование в университете по соответствующей специальности, связанной с рынком ценных бумаг. Да, пожалуйста, конечно. Вот. И возвращаемся к третьему пункту, который абсолютно подходит, насколько я понимаю, всем. И который... Да, как вот эти компании говорят, что они могут помочь со статусом квалифицированного инвестора у любого брокера. Я думаю, что эти компании просто делают поддельную справку из банка о том, что человек имеет в этом банке вклад в размере 6 миллионов рублей. Это предоставляется брокеру, и брокер на основании этой справки должен выдать вот такое свидетельство. Статус. Либо, значит, либо человек, ну, например, получил квартиру в наследство, продал ее, получил 6 миллионов рублей, и вот тебе на, он квалифицированный инвестор. И то, и другое я считаю неправильным, потому что если у человека физически есть 6 миллионов рублей, это не значит, что он квалифицированный инвестор. Они могут попасть человеку случайно, и он с успехом эти деньги профукает. А вот третий пункт позволяет получить статус квалифицированного инвестора, имея, скажем, 50 или 100 тысяч рублей. На счете совершенно запросто вы можете заработать этот статус. Причем он будет абсолютно заслуженный. Читаю третий пункт. Если физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала, за последние 4 квартала, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок, в скобках договоров, должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Ну, переводим на русский язык. 4 квартала подряд – это ровно год. 1 квартал – это 3 месяца. 4 квартала подряд, ну, можно начинать там с марта и так далее. То есть 4 квартала подряд. Не реже 1 раза в месяц, в году. Сколько месяцев? Ну, давайте вспомним. 12 месяцев в году, правильно? Вот. И не реже 1 раза в месяц. То есть делим 6 миллионов на 12 месяцев. Получаем, что для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, в течение года надо совершать сделки не меньше, чем на 500 тысяч рублей. Ну, во-первых, это сильно меньше, чем 6 миллионов. А во-вторых, это нетрудно сделать. 500 тысяч рублей в месяц. Включая производные финансовые инструменты. Что такое производные финансовые инструменты? А это как раз фьючерсы и опционы на срочном рынке, который абсолютно доступен всем инвесторам, включая неквалифицированных. Прямо сейчас вы можете открыть брокерский счет. Ну, не все брокеры предоставляют, на самом деле, доступ к срочному рынку. Например, Тинькофф не предоставляет. Вот. Но в основном предоставляют брокеры. Самые большие возможности у брокера открытие, у брокера БКС, у ВТБ инвестиций. Чуть меньше в Альфа-банке. Альфа-банк дает доступ к фьючерсам, но не дает доступ к опционам. В Сбербанке, насколько я знаю, тоже неквалифицированный инвестор может получить доступ к работе с фьючерсами и даже с опционами. Но с опционами там все намного сложнее. С фьючерсами по умолчанию не дают, но по отдельному запросу, наверное, можно, насколько я понимаю. Но открытие проще всего. И в открытии, надо сказать, сейчас самые гуманные комиссии. И проще всего это сделать. Кроме того, если вы откроете брокерский счет в открытии, как это сделать? У меня на сайте demetkovyur.com кнопочка «Модельный портфель» абсолютно бесплатно. Я помогу вам открыть брокерский счет у открытия брокера. Я повторяю, что комиссии одни из самых лучших возможностей, тоже одни из самых лучших. Ну, входит в тройку, скажем так. И это один из крупнейших брокеров, тоже входит в тройку-четверку самых крупных брокеров в России. И дает доступ к срочному рынку. Поэтому, что такое срочный рынок, сейчас посмотрим. И давайте посмотрим, какие инструменты можно использовать для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора и наторговать на 500 тысяч в месяц. Сколько денег для этого нужно? Ну, повторяю, что статус квалифицированного инвестора имеет смысл только если у вас есть в наличии, ну, как минимум хотя бы 100 тысяч рублей, чтобы купить минимальный какой-то продукт. Поэтому, значит, ну, если у вас предвидится такая сумма, скажем, то уже можно об этом заботиться. Если не предвидится, то, в общем-то, смысла никакого нет. Итак, смотрите. Срочный рынок. Мы завели туда 100 тысяч рублей. Вот, посмотрите. Сейчас вы видите срочный рынок. Вы видите счет брокерский. И на нем есть, вот я завел туда специально 100 тысяч рублей. Вот, и здесь есть инструменты. Самый простой инструмент это фьючерс. Именно с него я и рекомендую начинать. Но это достаточно рискованно. Я уже сказал об этом. Но, тем не менее, этим можно заниматься. Так вот, смотрите. Вот у меня сейчас открыт срочный рынок Фордс. Вот у меня индекс РТС. Самые ликвидные инструменты, которые есть здесь, это индекс РТС. Это индекс на доллар-рубль, самый популярный. И фьючерс на нефть марки Брент. В России вот три самых популярных инструмента, которые можно использовать для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Давайте посмотрим. Ну, первое. Вот я начну с фьючерса на индекс РТС. Вот он у меня. РТС 3.21. Это мартовский фьючерс. Вот сейчас я продам три фьючерса прямо у вас на глазах. Они у меня сейчас есть куплены. И сейчас я зафиксирую прибыль. И они мне принесут прибыль. Вот я поставлю сейчас заявку на продажу. И мы смотрим. 147, 190 я хочу поставить заявку на продажу. У меня куплено три фьючерса. Я их сейчас продаю. Смотрим сюда. Сумма, объем сделки 654 тысячи рублей. Одна сделка. 654 тысячи рублей. При этом у меня на счете 100 тысяч рублей. Вот таким образом работает это дело. Ну, сумма уже увеличилась 210-220. Поэтому мы увеличиваем сумму 220. И выставляем эту заявочку вот сюда. Вот смотрите. Вот она 220. Вот заявочка. Вы видите. Сейчас она будет исполнена, я надеюсь. И зафиксируется прибыль. Нет, не будет исполнена. Я ее опускаю. Опускаю. Давайте мы ее опустим все-таки. На 180. Вот, смотрим сюда. Так, все. Сделка совершена. У меня было недавно 100 тысяч рублей. Стало 100 тысяч 861 рубль. Я только что заработал денежки. Сегодня я заработал 972 рубля. За вычетом комиссии 4770. Вот получилось 100 тысяч 861 рубль. При этом я выполнил месячный план по сделкам. За один день. На ваших глазах. Вот она одна сделка. Ну, кстати, видите. Индекс пошел вверх. Ну, и ради бога. Я не буду здесь дергаться. Не буду выпендриваться. А могу прямо сейчас. Вот, смотрите. Поставить сделочку на сумму 300 тысяч продать в шорс. Например, 147 300. Вот я беру и ставлю заявочку. Вот так вот. И таким образом можно... Вот она, пожалуйста, заявочка. А чтобы эта заявочка, если вдруг он пойдет вверх, чтобы она... Ну, давайте я уже секрет небольшой раскрою. Чтобы она не принесла мне огромных убытков, я ставлю на эту заявочку сейчас Take Profit и Stop Limit. Так называемые. То есть ограничение убытков. И чтобы она автоматически исполнилась, когда все упадет. Вот Stop Limit. Я меняю Take Profit и Stop Limit. Ставлю, если цена меньше, чем 146 900, скажем. 146 900. Вот здесь ставим отступ. Здесь я поставлю 40. Ну, я уже знаю, как это делается, потому что... Ну, я на бирже для чайников рассказываю подробно, как это все делать. Как ставить Take Profit и Stop Limit. И здесь я ограничиваю свои убытки. Так, он не исполнится еще хорошо. 147 550. И здесь 147 650 ставлю. Так, пока она не исполнилась, я ставлю вот сюда. Все. Смотрите. Вот я поставил. Смотрите. Если эта заявочка будет исполнена и цена пойдет вверх, то вот здесь вот мои убытки будут ограничены. А вот здесь у меня она пересечет вот эту линию. Take Profit сработает. И если она идет вниз, то Take Profit, моя заявочка, не срабатывает. Когда она начинает возвращаться вверх, будет сработано. То есть, чем ниже она опустится, тем лучше. И чем быстрее она будет опускаться, тем лучше. То есть, вот я таким образом ограничил свои потенциальные убытки. Но заявочка пока не исполнилась. То есть, как бы все хорошо. Теперь я сейчас поставлю еще одну заявочку. Смотрите, как это делается. Вот я думаю, что вот здесь надо поставить 146 850 заявочку на покупку. Лучше поставим. Вот здесь есть ленты Боллинджера. Что это такое, я рассказываю. Давайте-ка мы поставим. Да вот, чтобы не рисковать, 146 550. О, заявочка сработала. Все здесь работает. Здесь мы ставим 146 550. Новая заявка. Покупка. 3. Ну, вы видите, что это... Вот она пошла уже прибыль снова. Она увеличивается сейчас. 146. Ставлю 550. Покупка. Покупка. 140. 6 550. Так, покупка. Надо ли мне ее вставить? Нет, я поставлю стоп заявку, потому что иначе у меня по ЭГО она не будет исполнена. Поэтому я ставлю вот здесь новую стоп заявку. То, что я сказал, поймут те люди, которые прошли курс биржи для чайников и опционы. Потому что ГО, это я уже рассказываю на опционах. Take Profit, если цена меньше, чем 146. Ну, предположим, 580. Так, Take Profit. Значит, отступ от минимума также ставим. Защитный спред. Так, и стоп-лимит. Ну, стоп-лимит у нас будет как раз вот по этой заявке. 147. Я поставлю 700. 147. 700. 147. 800. И здесь я поставлю уже 2. Ну, потому что там могут быть не соблюдены лимиты. Итак, я ставлю заявочку вот такую. Вот она встала. То есть покупать я буду вот здесь, ниже, чем вот этот уровень, я буду покупать по стоп-заявке. То есть цена опустилась, я купил. Цена поднялась, я продал. Если цена пошла не туда, куда я думаю, то у меня сработает стоп, то есть ограничение по прибыли. Ну, вы видите, что это очень-очень легко сделать. Лимит заявок уже на месяц я выполнил только что при вас. И почему интересно работать с фьючерсами? Смотрите, есть разные рынки, куда можно инвестировать. И есть рынок Форекс, который я вам крайне не рекомендую. Вот. Ну, он существует, в принципе. Там есть реально возможности заработать очень-очень много и быстро. Это действительно так. Есть еще бинарные опционы, которые еще более рискованные вещи, на которых можно еще быстрее заработать. Есть рынок акций, на которых практически нереально потерять деньги. Просто вот нереально, если вы покупаете акции крупных компаний, потерять на этом практически невозможно. И есть рынок облигаций, которые, если надежные компании, тоже потерять невозможно. Но там и заработать можно меньше. Есть, кроме того, в мире существует рынок фьючерсов и рынок биржевых опционов, которые более рискованные, чем фьючерсы. Но, тем не менее, там можно тоже очень много заработать. И вы знаете, что, ну, в основном я инвестирую в акции, большая часть денег, а часть я, ну, мне интересно заниматься рынком опционов как раз. Я этому обучаю. У меня есть курсы, биржа для чайников и курсы по опционам. Вот. И что я хочу сказать. В мире проводится конкурс трейдеров на всех-всех-всех площадках, включая Форекс там и так далее, и так далее. На всех-всех-всех площадках. И так, у меня не сработал стоп-лимит. Я буду продавать сейчас просто физически. Три. Так, нехватка средств. А, мне надо покупать три. Так, вот, я поставил заявку на покупку. Так, все, у меня идут убытки, я ограничиваю их. Все. Я закрыл сделку с убытком. Ну, получился небольшой убыток. По итогам дня сегодня у меня плюс 44 минус 62 минус 20 рублей. Вот. Ну, вот так вот происходит. Теперь, смотрите, есть трейдер Ларри Вильямс, легендарный совершенно человек. Он как раз на этом конкурсе побеждал, по-моему, даже не раз. Вот. На этом конкурсе, говорит он, побеждают где-то лет 20 или 30 подряд люди, которые как раз занимаются фьючерсами. Именно фьючерсами. На Форексе, казалось бы, можно заработать больше, но риски выше. В основном все сливают. На опционах можно заработать больше, но риски там выше. Поэтому все-таки опыт показывает, что на фьючерсах зарабатывают трейдеры больше всего. Что это значит? А это значит следующее, что фьючерсы – это наиболее сбалансированный инструмент для трейдера, который позволяет извлечь максимальную прибыль для тех, кто в этом разбирается. Для тех, кто в этом разбирается. То есть наиболее сбалансированный по риску с доходностью. Вот так. То есть риски здесь большие, доходность тоже. Вот опыт показывает, что на протяжении 28 лет, по-моему, подряд достигались максимальные доходности на фьючерсах. Какие это максимальные доходности? Ну, обычно это где-то максимальные – 1100-1500% годовых. Ну, то есть люди увеличивают свой начальный депозит в 15 раз. То есть вы, имея всего там, например, 100 тысяч рублей на счете или 50 тысяч рублей на счете, теоретически имеете возможность увеличить его в 10 раз. То есть из 50 тысяч сделать 500 тысяч, например. И если вы это сделаете, то статус квалифицированный инвестор, во-первых, ваш, а во-вторых, он будет заслуженный. Вот. Ну, теперь давайте посмотрим еще на другие инструменты. Вот он, в частности, фьючерс на нефть. Давайте посмотрим фьючерс на нефть. Вот он. Давайте попытаемся поставить заявочку и посмотрим, сколько денег нужно для того, чтобы открыть один фьючерс на нефть, купить. Смотрите, объем сделки – 48 тысяч рублей. Здесь уже 48 тысяч рублей. Объем ГО, то есть объем денег, который вам нужно иметь на счете, чтобы открыть эту сделку – 8265 рублей. То есть даже если у вас 10 тысяч рублей, вы сможете на счете открыть такую сделку и купить один фьючерс на нефть марки Brent. Теперь давайте посмотрим на доллар. Вот он, доллар. Давайте посмотрим, сколько денег нужно, чтобы купить один фьючерс на доллар. Вот он, доллар. Новая заявочка. Смотрим. Объем сделки – 73 тысячи рублей. Ну, 74 практически. Для того, чтобы совершить такую сделку, нужно всего 4273 рубля. То есть самый доступный инструмент, получается, это фьючерс на доллар. И он наиболее ликвидный, и он наиболее популярный для начинающих инвесторов. И он доступен всем, включая неквалифицированных инвесторов. Все торгуют именно фьючерсами на доллар. Но вот этот вот объем, он размазывается, там комиссия на срочном рынке идет за один контракт. Один контракт, как вы понимаете, на индекс РТС – это 219 тысяч. То есть комиссия в 1 рубль размазывается либо на 219 тысяч рублей, либо на 77 тысяч рублей, либо там на 47 тысяч рублей. То есть с точки зрения комиссии наиболее выгодный фьючерс на РТС. Поэтому я им и занимаюсь. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, что вы думаете по этому поводу. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий.